Здарова, Гармоняк! С вами Джейсон и это канал TrueMany Games, игра от настоящих маньяков. Я решил с опозданием много-много месяцев начать, да и пройти, собственно, полностью The Batman The Enemy Within от Telltale Games. Возможно, вы уже видели, а возможно, вы не видели прохождение данной игры или хотели посмотреть именно от меня, какие решения мы сможем предпринять вместе с вами, играя за Бэтмена, хранителя Готэм-Сити. Начинаем с самого первого эпизода, ну и проходим до конца, поскольку до 20 апреля, до выхода Годов Вар, надо что-то снимать и что-то смотреть, то я решил остановиться пока на этой игре. Начинаем! Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете, сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. В одну роковую ночь мои родители отдали своей жизни, чтобы спасти меня. Они стали моими героями, их наследие было неприкосновенно. Пока я не узнал правду. Мой отец Томас Уэйн был преступником, он правил Готэму, скрываясь в тени. И все, что казалось, я знаю о себе, изменилось в одночасье. Дети Архема открыли Готэму правду о моем отце. Их атака посеял раздор и проверил город хаос. Меня заключили в лечебницу Архема, откуда мне помог сбежать пациент по имени Джон Доу. В кровавом бою в катакомбах под городом я положил конец всему. Пингвин Двулики и Леди Архем стали первыми настоящими испытаниями на пути Бэтмена. Но далеко не последними. В Готэм пришла весна, а с ней и криминальные новости за Квартал. С того времени, как организация Дети Архема прекратила свою деятельность, и у них преступность незначительно снизилась. И это стало очередным триумфом новой избранной комиссарой полиции Джеймса Гордона. Сегодня утром Гордон заявил прессе, что причиной успеха операции стало открытой сотрудничество полиции с Бэтменом. Он выразил признательность Таинственному Мстителю за уклад, без которого безопасности в городе было бы недостичь. Жителям Гордона жизнь налаживается, а после долгой темной зимы наконец наступила оттепель. Если еще и рыцари победят в матче, все будет совсем хорошо. Дается мне данный эпизод посвящен загадочнику. Башня Уэйна, 7.29 утра. 13. Счастливое часо. Руми Мори. Руми Мори. Импортный экспортный магнал в прошлом генеральный директор Пивекс, смешного родина торговец оружия. Для мира Мори законопослушный бизнесмен. Филантроп, жертвующий на благотворительность, а не преступник, наживающий на страдания невинных людей. Мастерская. Мастерская игра. Интересно, если человек постоянно находится на беду и что-то скрывает, забывает ли он о том, как он на самом деле? Что скажете, мастер Брюс? Я не забываю. Я всегда помню свою цель, защищать невиновных от таких, как Мори. Какую бы маску я ни надел, это останется неизменным. Мне ли не знать. С маской жить нелегко, и если в маске Мори где-то дали трещину, мы ее найдем. Полиция Готэма уже прослушала пентхауса, и им не удалось ничего обнаружить. А значит, если он занимается торговлей оружием в Готэме, сделка он включает в зале казино. Мне нужно найти способ, что способ слышать Мори. Ожидаю команд. Повесите что-нибудь с микрофоном. А что? Может быть, у него в кармане что-то? Он любит жить на широкую ногу, да? Он скатит в состоянии на поставках оружия в период арабской весны. Скорее, после этого начал заниматься и благотворительностью. Как я понимаю, он не из бережливых. Может быть... А, мобильный телефон. Смотри, взломать. Альфред, я взламываю телефон, Мори. Шифруй сигнал. Мы точно не хотим, чтобы он нас обнаружил. И внутри. Получается, переходить звук с телефона Мори. Как настроение? Всем все нравится? Не волнуйся. Я не расскажу людям, мы в форме. Да, он в ударе. Он... Мне говорят лишнего. Это лишь вопрос времени. Постарайся смешаться с толпой. Сыграем, блин, в очко. Смотрю, я тут и думаю, что Брюсуэйн делает в таком месте. Я решила, что-то особенно новых ощущений. Что ж, хорошо, что ты здесь. И хорошо, что я здесь. Ты? Какого черта ты здесь делаешь? Скажи, если уже услышал. У меня есть начало, но нет конца. Я конец всему, что имеет начало. Кто я? Мне наплевать. Десять раз я уже сказал. Сделка и конец. Смерть, Мори. Я смерть. Что-то происходит. И на сделку это не похоже. Человек в капюшоне. Я помню его. Еще он... Жил. По-моему, это загадочник. Ух ты, вот это уже интересно. Здесь вооруженное вмешательство. Все в порядке? Ты какой-то растерянный. Брус. Уходи. Оставь мне покоя. Ну так, добра. Сейчас же. Что? Так, давай, развернись и пошла отсюда. Тебе же хуже, мальчик-мажор. Ты не то, что бах, знаешь. Как вы видите, я хотел ее. Никто не смеет угрожать мне в моем косино. Охрана. Сар, вам пора. Для тебя? Задача попроще. На какой вопрос нельзя ответить? Да. Мне плевать, идем. Неправильно. Правильный ответ. Ты умер. Божечки. Вот так вот жестко. Загадочник никогда не поступал. Сейчас же начнем. Это темная-темная интерпретация вселенной Бэтмена, черт побери. Выходите оттуда. Переоденьтесь в костюм. И Брюс загадочно быстро и ловко скрылся в тайной комнате, чтобы воплотиться в роль Бэтмена. Эфрин, сообщи, гордон, что происходит. Слушаюсь. Эй, никто сюда и отсюда не уйдет. Оп. Не поймал. Джи-джи-джи-джи. И спокойно такой, поправил галстук и пошел дальше, понимаете? То есть, невозмутимый Брюс Уэйн. Ну, чего ему? Он такого повидал, что чего и не снилось. Комиссар Гордон на связи. Шифруй аудио сейчас. Гордон. Бэтмен. Уэйн, какова обстановка? Несколько со свалами заложники в казино. Безумец в маске. Загадочник вернулся в Готэм. Загадочник? Его не видел уже несколько лет. Но он сейчас устраивает настоящее шоу. Мне как бы надо переодеться. Отряд уже выехал, я скоро буду на месте. Готовьтесь к бою. Уэйн, Уэйн, Уэйн. Уэйн. У тебя всех повязали, чертю верь. Никому не удалось уйти, я так понимаю. У нас тут ситуация с заложниками. Пожалуйста, пожалуйста. Мы же можем договориться. Все, что захочешь. Наши разногласия не решились с помощью рукопожатия моря. Вот что бывает, когда срываешь заключенную со мной сделку. И у тебя есть только один способ выйти отсюда живым. Ты должен отгадать загадку. Я под вами вместе тщательно выбирал слова. Слушай внимательно. Нет, пожалуйста, не надо. Без пальцев. Я указываю. Без рук. Ударю. Без ног. Бегу. Кто я? Кто я? Есть визуальный контакт. Бендрон в рабочем состоянии. Мне нужно как-нибудь незаметно подсказать внутрь. Проведу разведку. Загадочник. Изжурство в одном из прошлого. Не думаю, что увижу его на улице Готэма снова. Но надо отнестись серьезно. Как мне, наверное, отметить или не надо мне. Посмотреть камеру смерти. Это какое-то пыточное устройство. Похоже, он не выглядит, пока не отгадает загадку. Этот загадочник явно не отделен воображением. Ну, определенно. Как заложники. Та же женщина. Вероятно, вам стоило задействовать свое баяние. Бэтмен спасет ее. Как и всех остальных. Здесь труп. Здесь труп. Так. Кабина кассира. Это подойдет. Надо только начать убрать охранника первого, да? Охранник. Ходил спустя зима не функционирует. Начинаем диверсию. Мужик. What the fuck? Добрый вечер, глядец. Тихо. Тихо, тихо. Тсс. Не шумим. И че предлагаешь? Катнаны, мы не можем попасть в помещение. Спереди. Они держат их прицелом, а сзади проходят за байкодированными столами. Что надо делать, когда зайдем внутрь? Нам нужно отвлечь их чем-то. Ограничительнее обзора. Неплохой план. Давайте туда. Ух ты, ебка. Это безумие. Нет? Я так не думаю. Ёп. Я расчищу вам путь. Ждите моего сигнала. Задаем жару, мы на тебя рассчитываем. Конечно, вы не рассчитываете, что вы еще можете делать. Зацепить, ударить. Кью. Шеф-кью. Вопа! Ух ты, нихринь. Прям четко-четко. Бэтмен, ты велась раньше времени. Я сейчас именно занят. Но постараюсь уделить тебе пару минуток. Не его заложника. Быстрели заложника. Нет, не идите, смей даже думать об этом. Что-то новое добавили в геймплей. Раньше такого не было. А вот и не попал. Здорово, Бэт. Бэтмен явно не нужна. Проломи ее. С удовольствием. Посмотрите, у тебя тоже все хорошо с реакцией, дружище. Неожиданно. Я слышал, что тебе говорили на улице, Бэтмен. Ты самая большая знаменитость, Готт. Весь тихо, как я такинул город. Все тобой восхищаются. Но лично не я. Готтмские преступники превратили шпанатский в головорезы, дешевый стреков. А ты, наверное, домой увидел, кто такой... Продорожатель. Ты меня не знаешь, загадочник. Ты понятия не имею, с кем ты столкнулся. Ты такой особенный, да? Ты не первый герой, которого я уничтожу. Ты будто бы величайший дезектив на свете. И все же ты здесь, в целом моей власти. Я не вижу никаких особых подтверждений в твоей репутации. Я ожидал от тебя сопротивления, Бэтмен. Гордон, пора. Ты должна быть шутишь. На-нах. Умного. Но недостаточно умного. Я покажу тебе, как мы это делали в мое время. Очень круто, кстати. Это какой-то невышибаемый. Ни хрена, он подлетел. Устроить потасовку, как уличное фыльганье. Это не по мне. О, нет! Так, есть проводка. Ну-ка нахрен. За ним. Успеем. Чувак чуть не остался без башки. Ну, хорошая реакция. Ты сломал кетку. Это против правил. Думаешь, мне есть дело до твоих правил? Я слышал, что ты чтишь свой кодекс. Зачем тебе спасать жизнь этому подонку? Я верю в справедливость. Мори разрешил, чтобы отдали под суд. Если он виновен, его камера будет пососедству с твоей. Справедливость. Нелепо. Так или иначе, посадишь меня туда не ты. Пр booth куда-то. Так или иначе. Так или иноuerя. Так или иначе. Хватит! Отчасти драк ты довольно силен, признаю, но этого недостаточно. Посмотрим, как ты скажешь, кое-чем более интеллектуальным. Поторопись, детектив. Отгадай мою загадку, только скорее, а то люди могут пострадать, но мы все знаем, что допустить этого ты не можешь. Ёп! Тут уже какие-то прямо спайдер-модовские замашки. Гордон, надо было сначала вызывать нас. В конце концов, мы здесь за тем, чтобы помочь. Ну, так же, как и я, собственно говоря. Мы все здесь, чтобы помочь этим бедным людям. Ну, очень бодрое начало, но, к сожалению, как показать практика, обычно на этом все и заканчивается. Потом есть динамика, но не уже не такая, как в начале во всех играх TLTL. Итак, сканируем. Внутри всякая электроника, ничего опасного не видно. В дальнейшем анализе проведет бед-компьютер. У меня что, появился инвентарь? У меня теперь есть коробочка в инвентаре. Твои деньки сочтены, летучая мышка, мы с тобой еще свидимся. Ваши пустые головы попадут скоро, да? Расскажем мне об этом отделении. Правая рука загадочника под арестом, в целом это неплохой улов. Раньше загадочник всегда оставлял на местах преступников подсказки. Он считал себя умнее тех, кто попытался его поймать. Вот эта заночивость его погубит. Если он продолжит выпендривать Сатуран или поздно совершит ошибку, возможно, нельзя его недооценивать. Невеличие загадочника были темной эпохой для Готмана. Судя по тому, что мы только что видели, с возвратом он не стал мягче. Ага, пусть Френдерс немедленно с этим и закончит. Комиссар Горрен! Ну, крепись. Тому сведению, у этой дамы свои шуры-муры с губернатором. Чуть что будет не по ней, на понятия не придется отчитываться. Мои люди обычно действуют в подобных ситуациях. Загадочник сидел бы у нас под строзой, если бы только вы взяли в руку телефон. Стало быть, вы и есть легендарный Бэтмен. А вы... Это Аманда Уоллер, директор агентства. Что тут делают федералы? Загадочно, это их дело. Полицию просили открыть перед ними все двери, дать им все, что они захотят. Мы уже какое-то время следили за этим маньяком. Никто не знает о нем больше, чем мы. Похоже, именно такая квалификация нам и нужна. Продолжай в том же духе, и мы с вами поладим. Нас не всегда встречают с распростертыми объятиями. Загадочник играл в Готэме заметную роль в ту пору, когда Гордом правил Томас Уэйн и Фалькона, но там внезапно исчез и все долго считали его мертвым. Все ошибались. Загадочник вернулся, и, судя по всему, его театральным эффектом хочется, чтобы он об этом знал весь город. Мне сообщили, что вы с ним неплохо справились, Бэтмен. Уверена, мы с вами сработаемся. Мы сработаемся. Я слышала, как вы делали с леди Аркема. Не предупредить о том филфе, Озвальд Кобблпот. Что бы вы мне не могли предложить, мне это не нужно. Знали бы вы меня хоть немного, не сомневались бы. Поверьте мне, вам лучше быть на нашей стороне. Единственная проблема состоит в том, с кем именно вы работаете. Местные правоохранительные органы явно не справляются. Графика преступности в городе говорит об обратном. Прошу вас, комиссар. С издачи в газ. При захвате заложников. У нас полная скорая гражданская с опухшими глазами. Не горжусь о том, что вы позволили загадочнику пускать муть. Ваши полицейские комбой явно не поменимают, что творят. Посадите назад, Уоллер. Не вините во всем полицейских. Вините загадочника. Вы не обратили внимание на то, что он не отрезал человеку пальцы. Ну, я это отлично заметила, как и то, что вы дали ему уйти. Моя задача предотвратить некомпетентность в будущем. Накаморь будет в больнице, и я приставлю к нему охрану. Агент Авеста ведет вас в курс того, что нам известно, в знак сотрудницы между нашими ведомствами. Ну и характер. Ничего им не говори. Особенно про головоломку. Это наш город. Мы поймаем загадочника. Я думала, он вам голову откусит. Пусть бы попробовала. Специальный агент Имана Авеста, главный оперативный специфер по делу загадочника. Мой напарник агент Блейк. Здравствуйте. Вот я оставил психологический портрет загадочника. Вы поймете, когда прочитаете. Он изменился. Только для ваших глаз, если вы понимаете, о чем я. Целью нападения на казино была Руми Мори. Как думаете, что задает, что ему было нужно от него? О, например, о какой-то сделке. Есть идея, о чем шла речь? Нет. Но можно не сомневаться в том, что они не нашли общего языка. Спасибо. Это уже не мало. Ну, как бы, тут маленькие секретики. Нам дали дело. И я немножко выдал информацию. Я плоть от плоти Готама, так сказать. У моего отца была лавочка неподалеку от городского парка. Я просто хотел сказать, какая честь для меня познакомиться с вами. Хоть я все же хочу кое-что у вас спросить. Безумные преступники. Вас ведь к ним так и тянет, верно? Готами и двух кварталов не пройдешь, чтобы не наткнуться на криминальную мразь. Большинство просто пугается и убегает. Я не большинство. Вот так вот. Теперь, наверное, я знаю вас намного лучше. Немного лучше. Блин, она обо мне сейчас психоанализ будет составлять. Я буду на связи. Агент. Батман, пока вы не ушли. Готэм ваш город, и это признаю. Но знаете, я не всегда буду с вами нежничать. Пока что я позволю вам охотиться на загадочника. Советую делиться с нами все, что вы обнаружите. Иначе... Это визит вежливости обернется не тем, чем вам хотелось бы. Я не буду распиляться там на прелести и нежности. Загадка эпизод 1. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok